я еще карту это не знаю не знаю где он да не успел так да спасибо за подписку тут это самое короче я все нормально сделал да для подписчиков я просто тестировался вообще блин не прет не знаю эту тухлую карту блин ну вот и в общем возвращаясь к железу стримлю я пока только на 3060 260 лежит смысл такой я так думаю сделаю так чтобы про апгрейдить комп у меня я могу продать 2060 довольно выгодно такой стрим запустить приколись чё ты имеешь виду с подписчиками еще нет вот в общем 2060 можно продать за место него купить новую материнку который поддерживает новые процессоры у меня просто мои не поддерживает уже там но максимальные в перечне там короче 10700 по моему она поддерживает за 490 м гейминг x называется у меня материнка продам видюху короче 2600 супер куплю новую материнку все перекину все мозги на новую материнку продам старую материнку куплю может быть ту же самую 2060 для стримов и будет все чики-пуки эти как эксперимент с двумя компами херовый эксперимент точнее не так он работает это то что мини-пк до если ты про это говорит выиграл хотя бы прав самое главное хорошая видюха по вот два пока короче ты был прав касаемо того что нужен нормальный комп или нормальная видюха вообще в идеале учитывая нынешнее железо я считаю что исходя из того что покупал короче тебе на хрен 2 как пока не нужно тебе нужен один компьютер с нормальным обдувом и две видюхи потому что например в тот же убес если ставить этот от 40 юки сураюки это автор плагина для бс а до который раз как как этот стрима и работает до распределяет стримы мощных мощностей стримов стримов то короче тебе хватит 2 видюхи на одном компьютере и вообще никаких проблем не будет но единственно вот с чем я столкнулся сейчас у меня материнка слишком маленькая и слоты слишком близко стоят и короче поэтому я не могу у меня греется моя новая видюха поэтому я пока на одной игроки 360 плохи не купил не могу сосредоточиться разговаривать у тебя стрима у тебя комп и 2 видюхи до короче возвращаясь к мини пока он behind возвращаясь к мини пока он работает но я не стал разбираться короче говоря не хватает мощности чтобы она то есть там короче говоря twitch на 720p стримился они просто руки вот я тоже да в смысле понял мини пока работает но выдает херовое качество без проблем можешь на два стрима стримить да но у тебя на ю тубе будет максимум 1080p и на твиче 700 там с хером да это все в 30 fps типа ну такой херовый бюджетный вариант легче наверное за те же деньги купить видюху поставить ее в материнку но опять же проблема в том что нужно нормальное охлаждение которого у меня нету у меня этот маленький корпус компьютер вот такой и материнка еще меньше херва знает куда тут и блин пойду с ними и короче нужно охлаждение не было так два компа карт то захвата для я именно так и хотел попробовать ну я просто разговариваю я как раз и хотел попробовать то есть это был эксперимент да я же изначально говорил я закажу мини пока для того чтобы проверить можно ли так делать и лент потому что я и до этого посмотрел стримера который видать тупо нихера не понимает в компах точнее в пропускной способности в том в том данном конкретном случае вот этого мини пока да что он вообще может и он видать стримил там на кик на каких-нибудь 720p да и такое и все работает все прикольно я скачал новейшую причем версию этого пока попробовал но не работает ни хера вот а изначально да я хотел как второй пока поставить именно по этой причине а понятно наш челс бомбой гу-у-у-у-у-у-у-у-у-у я Ну ладно Мини-ПК подвёл Прикол в чём? В том, что я его просто вернул И спустя неделю мне вернули бабки Никаких проблем Ну, хотелось попробовать, а то прикинь Вот если бы всё работало и такая вот маленькая Бандура стоит где-то под монитором Вообще не шумит Так он как отдельный комп прикольный Но для моих целей нахер не всрался А так я купил видюху И, короче, две видюхи в одном компе топ Но нужно хорошее охлаждение Вот это единственное Условие Я чувакам помогу Потому что сам я ни хера не могу сейчас сделать Не знаю эту карту Не знаю тут куда идти Сильно шумит у тебя? Вообще не шумит Она сейчас нагрета на 67% Вообще не шумит Тихая у меня на 12 гигов видюха Но я не знаю Хе-хе-хе-хе ванна смог ванна смог ну и где ты на хрен твою как как бляха муха так я думаю будут также пытаться 2 ком просто собрать но моей 2060 вот я стримил когда на двух видюхах один из первых киберпанковский стримов 2060 хватает вообще стабильно на 2 стрима плюс запись у меня хватало с моими настройками да это то есть на youtube 2к разрешение и на twitch full hd вот и еще там от энкодинга короче энкодинг загрузил 2060 супер мой на 60 там чем-то процентов всего более чем хватает 1660 она такая же как 260 только без rtx а насколько знаю типа чё нет можно да но я бы все равно следующий стрим пк когда я начну его делать я буду собирать на просто один комп большой на двух видюхах потому что на прикинь 2 пока соответственно вдвое больше потребления всякого вот этого и электричество просто посчитай сколько это у тебя электричество будет обходиться а так на одном компе позволит шумодов хороший включить кодеки хорошие использовать подожди ты про что короче говоря 1660 думаю подойдет сто процентов на два стрима минимум вообще стрим будет идти со 2 пока но это стандартный сетап но видишь почему я не хочу его по крайней мере пока я же маленький стример и мне будет дорого выходить по электричество а а а а ты бисайд вангай мы бимор о здоровый лекция спасибо за trade нам будет въехать на ртx хороших кодеков не будет и стрим будет идти со 2 пока но ты про хорошие кодеки имеешь ввиду этот новый который а вы вот этот вот да так он а подожди с 30 серии есть он в общем ну хорошие кодеки это n-link n-link этот не тоже не нивен как он до n-link называется и вот эти самых новых а вы но они еще не везде поддерживаются по крайней мере на отвлечении поддерживается на youtube и поддерживается я поднялся из жопы у меня уже четыре тела слава богу короче интересная тема на самом деле в идеале было бы создать какой-нибудь что-то вроде чата потому что есть вот разные всегда моменты такие вот обсудить поэкспериментировать знаешь было бы прикольно и считаю просто лучше с запасом на будущее братья стримить в топ качестве я с тобой согласен просто у меня конкретно сейчас денег на это нет да а так я хотел была мысль собрать комп на 40 70 яй но пока что слишком дорого это все дело буду быть контролить я забыл что смог тут рассеивается я пока с вами говорю мне так интересно но при этом я не могу сосредоточиться нормальный отыгрывать с удовольствием морф я собственно если ты видишь но не то чтобы я намекал но типа вот примерно столько мне будет с этап моего нового компа стоит если я его соберу да и этого компа мне вот так вот хватит причем еще продам свой старый да и какую-нибудь еще плюху на собираю туда попутно но я не буду собирать два компа я скорее всего допустим если вдруг какое-то чудо а именно если чудо случится и я соберу себе комп на 40 70 яйки да как я хотел то скорее всего я куплю себе переходник на удлинение ну то есть чтобы вывести видюху отдельно на которую будет со нагрузка стримов вместо двух компа буду бомбы за этми бомбы сбить нормально офигенно слуху да подарил бы просто старый поставлю под стрим пока но вот я тоже как бы так и хочу такая была задумка но я обнаружил для тебя для себя офигенный способ как можно 2 пока не используя то есть ты можешь просто весь пока продать видюху оставить купи если ты знаком с майнингом есть такая штука называется рейзер в двух словах это просто удлинитель для материнки то есть тебя нагрузка если будет идти через видюху то все что тебе нужно в принципе это все что тебе нужно будет это подключиться к материнке и на вторую карту раздавать ах ты твою мать сейчас подожди короче у меня есть знакомый стример он сделал более интересным купил для стрима вторую видеофонку морф мы об этом последних полчаса разговариваем как раз ты чё за мной повторяешь я только этот способ написал но этот способ я уже думал еще где-то полгода назад просто не было лишних денег а тут когда собрал на 2 пока кстати благодаря вам ребят проверил пока не сработал но я купил видео так вот короче рейзер выглядит блин короче это удлинитель который втыкается в разъем и таким образом ты можешь если у тебя мало места на материнке до вывести его просто на видео хо отдельно и таким образом как будто у тебя стрим забирает отдельная видюха да не путайте с режимом слайд а просто две отдельных видео хи одна берет на себя нагрузку пк игры и тому подобного а вторая берет на себя нагрузку видео но при этом у вас как бы один компьютер и меньше гемора потому что меньше гемора и меньше выплаты за электричество сами подумайте да особенно мне там голожопому если и так и за электричество плачу а тут еще в два раза потому что два компа вот этот способ принципе хороший вот я его буду пробовать если не смогу накопить на комп да то я помаленьку соберу себе мощный комп и попутно к нему будет вторая видюха подключена как принимающий сигнал я это пробовал вот пару дней назад офигенно все работает вот только но у меня проблема маленький корпус и нагревается видюха которая в сэндвиче между процессором и между второй видюхой вот это главное видюха 360 она нагревается поэтому для меня пока не актуально мне вот этот удлинитель нужен у меня блин со старых ферм осталось восемь рейзеров да но они все 6 пиновые а мне нужен 8 пин рейзер чтобы я мог подключиться короче гемора много очень ну прострел ну прострел эхер фуссепс только не рекомендуем вот это естественно целом у меня ферма шести видюхами 3800 тишки но у меня была одна ферма на 6 470 родионов вторая ферма была на 8 10 50-х тяек астана и безумно 500 еб а грима фронт я уже примерно понимаю чё где по крайней мере бы я понимаю откуда могут вообще враги 3 вот с алика заказывать какую-то технику и вообще алику не доверять так но пора бабли а 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 ну и не я короче херос знает у меня сколько было этих приколов касательно блоков вот алик вот эти дешевые видео хида ну нахрен я лучше чуть дороже заплачу но при этом у меня будет гарантия и случае чего могу вернуть и не вот этого все херня вот ну это ладно майнинг я чисто так чуть поманил и забил на это все дело болт таки ведите все распро ну как нормальная в принципе оставил себе потом продал ведюки и в принципе вышел в небольшой плюс вот такое конечно не хочу больше этим заниматься в принципе ты пила кипи а были на может ней ни хрена вообще я алиэкспресс это же магазин китайщины там прям прям все воняет китайщины я имею виду качество до такой себе как-то читать вот я ну его нафиг у меня было я насобирал короче я бы и дальше манил но у меня была проблема проблема в том что ну мы в квартире до фермы тоже в квартире мне не было куда их поставить и ты прекрасно понимаешь что шум пипец от ферм прям уже жесточайший ну ты короче единственное как мы спасались это мы вырубали когда дома и вырубали когда вы уезжали на работу женой вот такой себе вариант в общем на этот раз бы это будет да твою мать ван би шума бокс ну какой шума бокс на прикинь привет александр там ну это такая бандура короче метр в длину блин и полметра в ширину и она гудит прикинь 8 бедюха это ну сквозь стену слышно и в итоге пофармил пофармил я на два этериума два с половиной почти короче на этом все дальше продал подождал продал в яхе подождал пока пойдет рост крипты вот и как только крипта выросла за тысячи баксов я продал 2 этериум да и короче морф в теме хотя бы спокойно ребята а и прибавляя и и и и и и а выхода бомб исполнила джума сенба да ну не раш ты его не надо она тебя сожрет так что перегрева не было нужно входное от горячего воздуха да не окей будет блин на стоит стоит поэтому до сих пор все майнит еще но у нас электричество пипец дорогой и сейчас вообще не не в плюс уже очень давно в латвии так нормально мы кстати желтым рушанули особенно он я тут так чисто на подсосе был сейчас не хочет рашить а и 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 Офигеть т-спаун, как всегда, как я иди, Кейм. Твою мать. Один мид. Наверное, это мид. Похоже на мид. Походу, это будет короткий стрим, ребятки. Первый стрим, точнее. Сейчас водяные майнеры популярны стали, чтобы не шумели. Ребят, я майнингом точно заниматься не буду больше. Это тупо... Ну, в моей стране невыгодно вообще. Мне. Мне легче просто купить и подождать, пока опять вы в подъем. Это самое логичное. Тем более, никакой затраты на электричество, никакой затраты на аппаратуру. Купил крипты и забил на нее лет на пять, а все нормально. Такой дурак я, пипец. Так, сейчас. Ну, у меня есть 20... 20 минут поставим. Тройм файер. Гранейд. 17. 25. Да? За 18 минут мы должны выиграть этот раунд. Э, эту игру. Майнинг мёртв после смерти эфира нет смысла майнить. А чё, эфир помер? Я просто уже давно не в теме. А чё, кто? Мы проиграли, да? Ну, я отвратительно отыграл, потому что... Ну, просто жопа. Не знаю я эту карту. А что будет через 15 минут? Ну, мне за женой надо будет ехать. Сейчас чисто деф-матч поиграю немного. Перевели на систему, где он манит сам себя, как банковский вклад под проценты. Понял? Ну, фуфло, короче. Бедоками не помайнишь. Понял. Так, ну чё, давай... На. Поиграем обычный режим. На дайте. Пускай будет. Чисто, ну, пока время не пройдет. К сожалению, первый стрим коротенький получился. Вот. Но мы продолжим... Продолжим где-то... Перед час после того, как я уеду. Да, я приеду там. Покушаю, сделаю чайку, и тогда продолжим дальше. Легче расступал, серый тебе кинул. Так, ну, Харьков, ну, так вышло, что у меня есть... Жена, и я не могу из-за какой-то игры... Взять и бросить ее в холодную погоду, в дождь. Типа, ну, это как бы по-свински, по-моему, нет? Так, я давно не играл на дождь, серый. Застрял. Это то, что обидно просто... А, ну, так я вернусь. Ребят, я вернусь. Ну, вот есть такое... Я ее ждал через два часа, она пишет, типа, раньше освободилась. Вот так получилось. Заставку сделаю, ушел на час. Слушай, это хорошая идея. Наверное, так и сделаю. Понял, принял. Интересно, сюда можно? Да, так и сделаю. Это хорошая идея. Что там в обычном? Вообще как-то... Народу до хрена. Привет, адапт хаоса. А тут броня, походу, автоматом выдавалась, да? Как же пахнет тут какаха. Как обычно, двое выпрыгнуты, пипец. Че будем играть, ребят, после этого стрима? Предложение. Киберпанк или КСК? Что бы вы хотели видеть? Я и в то, и то хочу поиграть. Вообще, хотелось бы, наверное, пройти этих 9 несчастных побед и получить уже там рейтинг, призвание, что там дают. Понятно. С статей X1 выстрел в голову. У статей X4 килла. А, давай, еще раз. А, давай, еще раз. Как тут была кнопка? Роспожди, перезвижение, общение. Общение, команде. Время на ключ и чат. На 0, хоп. Она так работает. Ну, честно, не понимаю этого хайпа КСК. Да я не ради хайпа, я просто хотел во вторую КСК поиграть. А играю я в него по большей части из-за того, что тут кейсы падают. И типа на кейсах можно немножко баблишко поднять, если успеешь продать. Только поэтому. Ну и спортивный интерес тоже есть. Я когда-то нормально в него играл, а то сейчас я как какой-то валенок ни хрена не понимающий. Вообще, АИМ пропал, все пропало. А так в игре ничего особенного, это просто киберспортивная игра. МИД сейчас будет. МИД сейчас на не успел не успеть тут прикол в чем как и в любой другой современ соревновательной игре ты должен думать башкой должен думать какой спрей как оружие там туда-сюда и много чего еще в этом то и прикол этой игры если ты играешь тупо как я сейчас играют а ты будешь проигрывать гранейд гранейд Бомбонас Темка верхняя Ну ладно Эй, опять же, нету просто аналогов в КС-ке нормально Есть говно всякое второсортное Будет гореть, нет? Эх, не закоптился, к сожалению А, эти челы-бомбу опять потеряли В бомбах иди Ооо, последним патроном Эх, обидно На соревновательном уровне Ну, круто Варфейс немножко другой по механикам Он более... Ну, короче, тут на любителя, реально Варфейс это, в принципе, слезанное с колды управление Плюс немного паркура В то время еще не было в колде нормального паркура Да, да и сейчас особо, честно говоря, нет В Варфейсе, насколько я помню, он был Вот, и в принципе, он неплохой Но, не знаю Но мне не зашел, короче, в Варфейс Я сколько не пытался в него играть Он нормальный, там По стрельбе, все Но вот что-то не хватает в нем Для меня Как и в колде, как и в других играх А из соревновательных, вот Ну, КС-ка Да и, наверное, все Я не знаю просто, что еще я бы поиграл Помимо КС-ки КС-ка это... Это как вот сравнивать Пейнтбол, да? Пейнтбол Этот Как его? И, допустим, какой-нибудь Airsoft Вроде одно и то же, но Пейнтбол Более киберспортивный Не киберспортивный, а просто спортивная дисциплина, да? Airsoft это больше как Репликация военных действий, да? Чаще всего Вот это же самые игры, да? КС-ка это чисто киберспорт Тут нет ни сюжета, ни хера Никакого лора Просто есть плохие, есть хорошие И вы друг против друга херачите Вот А в Airsoft более, да? Там отыгрываются военные какие-то сценарии Там туда-сюда То есть это более глубокая в своем понимании игра Вот И, ну просто кому что нравится Мне вот, например, нравится все, да? И КС Могу поиграть Все от настроения зависит И КС, и колда, блин И... И тамагочи, блин И телепузики Вообще пофигу Чисто от настроения Вот я люблю во все играть Так что... Ну, хайпа конкретно для меня в КС-ке не было Единственное, что тут добавили Это Дымы активные И, в принципе, еще и все Да, чуть поулучшили графику Не сказал бы, что она кардинально лучше стала Вот Рейтинг поменяли Вот С рейтингом интересно, как будет И тоже касательно доната В Варфейсе есть донат В КС-ке есть донат Как тебе Overwatch? Overwatch прикольный Кстати, тоже как киберспорт офигенный Есть, конечно, минусы у Overwatch С 1-2 Форд Форд, побери Я походу спас этого пола айгейма Сейчас пойдет, смотри Перезарядился Ах ты, не успел Не успел уйти Два Выстрела дал по нему Не получилось, не фортануло Мне Overwatch нравился именно как Визуально, так и Сюжет интересный у него, да Но второй Overwatch Что-то как-то вообще не зашел мне, если честно Первый Overwatch С точки зрения Ну, как В то время Когда он только вышел Вау, круто Кстати, одновременно с Overwatch Еще и вышел Ой Короче, похожая игра Но больше в RPG составляющую Она внедрилась И, короче, Overwatch ее переплюнул И в итоге та закрылась И Overwatch остался Вот И Overwatch крутой И киберспортивный Вот Но Я не особо в такие игры Люблю играть То есть Не так Я люблю в них играть Но меня ненадолго хватает Я могу 2-3 месяца поиграть И забить на нее Хрен Где-то года на 2 Потом опять про нее вспомнить Да, то есть Должен быть какой-то стимул А когда стимула нет Допустим, ну, те же звания Там в кс-ке Да, ну, нахрен Им не сдались А взрослый мужик Там, что-то с кем-то мериться Пиписьками Да, все знают, что у меня больше Вот И Ну, не то, в общем Что мне Нужно эти звания Просто аналогов нету пока Нормальных Можно было бы сравнить Например Кстати Из аналогов Можно было бы Хоть чуть-чуть На полшишечки сравнить Хайперскейп Нет, не хайперскейп По-другому называлось Не помню, как называлось Если честно Короче Если Сравнить еще можно Например С Инсурженси, да Но там карта Не продуманная Для киберспорта Там Она прикольно играется Но карта Вообще не продуманная Шорт Ой Шорт Побери, говорит Понимай Блин А будильник Так Все Надо выходить В общем В любом случае Классно поболтали Давайте Если Дельта Сейчас Сейчас Стримит Сделаем На него Рейдик Дельта Не просто Тогда не Дельта О Если Можно Будет Сейчас Если Можно Тогда Другого Чела Зарейдим Нельзя Ну Блин Козел Хотел Зарейдить Прикольно Дельтан Звонили Дельта Фикс Не Стримит Сейчас Тогда Давайте Ребята Давайте Поддержим Ирочку Ира Это Одна Из Тоже Алдов Кстати Говоря В Сайкле Вот Сейчас Она Играет Варк Передайте Привет От Меня Я Приду Примерно Через Час Полтора Так Освобожусь Опять Продолжим Играть Правда Что Я Еще Не Решил Или Будет Это Кс Или Киберпанк Придумаем Все Увидимся С вами Скоро А на Ирочку Давайте Сделаем Рейдик Ира Начать Рейдик Она Кстати В положении Так Что Вы Не Врубите Передавайте Наилучшие Пожелания Вот Все Ребят Всем Большое Спасибо И Скоро Увидимся Продолжение следует